К этому дню памяти город готовился заранее. Все мемориалы были отремонтированы, прилегающая территория тоже приведена в должный вид. Причем занимались этими работами необычные коммунальные службы, ведь главное здесь не навредить. Специализированная служба, которая проводит соответствующий ремонт, чтобы ни краску не испортить, ни надписи. И в то же время в этом году у нас заложены деньги на капитальный ремонт обелиска Расторгуева. Та страшная война сплотила весь народ. Даже идеологические противостояния отошли на второй план. Обелиск в деревне Дыдылдина устремляется в самое небо рядом со строящимся Ильинским храмом. Советская символика гармонично соседствует здесь с православной. От лица православной церкви хочу возгласить вечную память тем нашим братьям и сестрам, которые душу свою положили за наше возлюбленное Отечество. 9 мая – сакральная дата для любого гражданина нашей страны, и верующего, и атеиста. Такое отношение к этому дню закладывается еще со школьной скамьи. Валерий Иванович – уроженец города Сталинграда. Всю свою сознательную жизнь он, что называется, помнит, скорбит. 9 мая – для меня это просто внутренний долг, это моя моральная обязанность, внутренний долг – отдать дань памяти тем гражданам, тем жителям нашей страны, которые не вернулись и не дожили до 9 мая, до Дня Победы. В мероприятии принимали участие и ребята Калиновской средней школы. Они читали стихи, пели песни военных лет. А значит, память о подвиге отцов и дедов бессмертна. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Видное ТВ.